Всем доброе утречко. У нас уже день сегодня 1 января. Ой, я сегодня утром сюда зашла. Дети все подарки из-под ёлки достали. Вот тут всё раскидали. Тут только коробок, половина ковра был от всех этих подарков. Сейчас всё убрали, чтобы поиграть в новую игру. Новая игра у нас вот такая вот, зомби в доме. Миша в своём письме Деду Морозу просил что-то для семьи. Этот подарок лежал в отдельном пакете. Миша сказал, что это для семьи. Настя работает медсестрой. Сегодня с утра ко мне прибежал Миша и говорит, мама, со Стёпиным конструктором Дед Мороз очень перестарался. Почему так много? Я говорю, Миша, ну может быть... А у меня даже в один такой огромный подарочный пакет конструктор этот не помещался. И я в два пакета положила подарочных. И я говорю, Миша, ну может быть это не только Стёпи, а для всех вас. Вы же все вместе играете. Миша такая подумала, наверное, потому что Стёпи точно очень много. Ой, мне так смешно стало. Я говорю, а тебе что принёс? А мне, ну, разное. Я говорю, ну, видишь, ты просил разное. Ну, разное. И знаете, с таким, как будто он ещё не знал, что там, не играл, не понимал, поэтому не воодушевлён. Я подумала, расстроился что ли сначала, а потом смотрю, спустился. Нет, играет во всё ещё. У него и Никита пытается забрать эти игры тоже. Миш, да я попробую, да я попробую, да я попробую. Там интересная игра, парковка. Надо машине выехать с парковки. Прикольно. Никита вместе с ним сейчас очень долго сидел, как пятнашки, только в виде машинок. Это у нас в коридоре стоит мусорка. Вот столько коробок от магнитного конструктора. Это просто коробки выкинули. Я не знаю уж, сколько у нас новых деталей. Теперь необычные есть детали. 4, 17, 14, тут 44. Тут 12, там ещё коробка большая с динозаврами, там 65 штук динозавры. Я с излишком взяла, там ещё была карусель, я её продала. Она мне не понравилась, там очень много, знаете, таких маленьких крышечек, ну, типа, наверное, кабины делать. Я говорю, не, это по всему дому у нас будет валяться, надо продавать. Я лучше потом отдельно в магнитоне закажу такую детальку, именно каруселька. Так, тут ещё 12 штук разных деталек. И вот, я говорю, там очень много. Просто ещё одна огромная такая вот коробка с этим магнитоном. Это от Никитиного подачка. Он представляет, что утром встал, в 8 утра они встали. Я слышала, когда они бежали по лестнице, посмотрела. В 8 утра вскочили дети. Он уже собрал вот такого вот робота крутого. Собрал все машинки, из него составил этого робота. Собирал он его часа, наверное, 2 с половиной. Ну, всё собрал. А ещё у нас дети летом как-то дрались за магниту. У нас мало магнитов, и они на улице ими что-то там искали. Я, когда вот эти опыты с магнитами увидела, когда искала подарки, сразу же решила заказать, потому что магниты лишними не бывают. Тут ещё вот такой вот трицератопс, светящийся в темноте, которого надо из камня достать. Его надо будет раскапывать, а потом собирать. Это конструктор. Это мне. Нет, тебе магнитный конструктор. Это, наверное, Миша. Но помните, вы всегда сложно доставали? Ты чуть-чуть поковыряешь, Миша чуть-чуть поковыряешь. А мы воду под воду положим. Под воду? Так не честно. Макс, честно. Макс! Давай бегун. Ничего себе, это мне повезло с карточкой сегодня. А вот мне... Ну так себе, потому что у меня попал тот, у кого всего лишь только ножик. Вот всегда. Наверное, это тоже хорошо. Миш, колоти сюда, мам, колоти сюда. Вечером у бабушки Лиды оставили бутылочку для смеси, которую я использую. А я сейчас позвонила. Она говорит, я к вам сегодня собираюсь как раз прийти. И поэтому, ждите, принесу. Бабушка у нас в нашем пакете оставила свою новую зажигалку, которую мы ей подарили. Мама Макс! Я со вчерашнего дня накрашенная. Легла сегодня спать. Не смывала косметику, так что у меня сразу красивое накрашенное лицо с самого утра. У нас сейчас 12 часов. Мы пока тут в игру играем, Степа взял вот этот конструктор, уже весь его размочил, открыл, все тут детальки помыл. Будем сейчас собирать трицератопса. Миша ему разрешил. Степа говорит, Миш, можно, пожалуйста? Папа, Миша говорит, можно, конечно, собирай. Три, четыре. Аптечка и окно. Миш, ну тебя прям везет. Аптечка и окно. Блин, если бы ты мне дал аптечку. Аптечку отнеси. Медсестре. Нет, нет, не так надо дать. Он должен подойти к медсестре, и вы должны тогда обменяться. Я могу встретиться с ним. Настя, ты стоишь, сейчас стоишь. Прикольно. Но лучше, конечно, Миша ходить к Никите, знаете почему? У Миши есть плюс один. Мам, три кости, яй. Мам, смотри, как она переборка, яй. Один плюс один. Я два. На Борю твоего папа нападал. Мы собрали вот эту штуку, но у нее не хватает одной лапы. Мы не нашли одну лапу. Как так? Саша, ты что, звездочка у нас? Ура, два кучки. Слушайте, ну интересно играть. Я в ней играю первый раз. Я раньше не играла, мне понравилось. У нас два зомби стало. Сергей и Миша зомби. А мы с Никитой пытаемся от них убежать. Настя ходит. Так, я нашла бензин. Я стою рядом с машиной. Медсестру вот эту вот в машину посадили. Походу мы сейчас уедем. Пропускаю. Пропускаешь? Миша пропустил, потому что знает, что не добежит до меня. Так, у меня один. Я сразу сажусь в машину. И поехали. Все, у меня листик, ключи есть. И бензин. Люди выиграли. Все, конец игры. Мы победили, Никит, зомби. Ура. Зомби расстроились вдвоем. Два зомби. Потому что вы играть не играли. Как не играли? Я вообще-то тут прошла всех, побила. Ты видел, сколько я побила всех? Медсестра, которая на пролом без оружия идет и рубит зомби. Это, конечно, да. Никит, я не ту карточку просто взяла. Давай играть. Ой, Никита хотел экшен, а взял медсестру, которая должна лечить. Так, мы выиграли с Сашей. Мы сделали этих зомбиков. Вообще, эта игра командная. То есть идут люди. И они командой борются против зомби. Но так получилось, что у нас зомби двух съели. И Сергей расстроился по поводу того, что он зомби стал. Он хотел командную игру. А получилось так, что все разбрелись в разные стороны. И мы не командой, а по одному пошли. И вот в итоге двух аж у нас съели. Да, Миша. У нас в игре было Саша, Настя, Макс и Борис. А есть еще Надя, у которой почти как у Саши. Только вместо ножа пистолет. Понятно. Так, а у Никиты сегодня из адвент-календаря три новые головоломки. Вот такие. Вот эту он не знает, как соединить. Как-то соединил. Но он сначала разъединил ее, а как соединить, теперь запутался. Вот такая вот с сердечками и вот такая вот. В общем, каждый день новые головоломки. Прикольные. Вот Никита какого сделал робота утром. Никита, что это у него торчит? Прикольный. Клюк какой-то. Кран. В общем, такой вот робот. Большой. Классный. Теперь у Никиты есть еще один. Так, у нас теперь активная постройка сейчас идет. Вот тут такой замок появляется. Это Степа с папой строит. Вот такой вот огромный замок. Там телевышка у них. У Никиты тут робот его стоит. Защищает этот замок, мне кажется. Смотри, он схватит, быстро сломает. Тут у нас пожарная машина. Пожарная машина это у нас тоже такой новый набор. Он еще и мигает. Тут кнопочка есть. Пожарная машина будет охранять этот замок. Вон, помогай. Опа, вон какая арка. Это с арками был отдельный набор. Вот тут две. Из четыре штуки там было. Вот тут две и вот тут две. А вот эти вот полукруги, это в наборе из динозавров. Все папа собирал. А Степа, он там машину еще строил. Степа машину бьет. Людь Николаевна к нам пришла. Никита тут пытается включить один дом. Да, Никит? Никак мы не можем его включить. У нас зависает почему-то интернет. У нас тут даже качели появились. Смотрите. Там вообще Ашка идеальна для того, чтобы пожарка проехала. В общем, мы включили один дом. Да, Никит? Да, и столб, в смысле. И вот это, Степина... Это не столб, это водокачка или как она? А, нет, это статуи снял. Вот Степина больше растягивается, чем моя. Улетела. Так, конструктора у нас действительно очень-очень много. А Сергей говорит, а что, это так мало всего лишь? Я говорю, куда мало? Вон целый город построили. Есть такие наборы Магникон. Они прям огромные. Там около 25 тысяч стоит. Там 400 с чем-то деталей. Мне кажется, у нас больше, чем 400 деталей сейчас вообще. Уже. Да. Больше намного, чем 400 деталей. Да больше, 100%. У нас же за два года тут наборов. И в прошлом новом году было. И в этом новом году. Степа сейчас с этой штучкой играется. Вот она ему нравится, эта резинка. Не надо, не надо только целиться вот в город. Там тоже посадили человечек. Да. Мы сколько смотрим. Один дом, мы разные включали. Везде перевод не тот, не классический. Вот это конструкцию Сергей соорудил. Смотрите, какая высокая башня. Ага. Дед Мороз, кому придет? Струй тоже, смотри. Качельки построят, а у нас на заборе повисли люди. Это качельки. Такие такие, да? А нам Сашка выдал новому году тоже подарочек, да, Саш? Зуб у нас сверху, там вылез. Прям вылез. Прям весь полностью вылез. Вот такая полоска. И там набухло сильно-сильно. Десна снизу, мне кажется, так не набухала. В общем, белая Десна набухла и вылез зуб один. Упала. Сейчас тебе дам другую. Сколько раз смотрим этот фильм, да? С 990-го года. И выходит ему 33 года уже. И все равно интересно. Каждый раз интересно. Нашли мы нужный перевод. Мы просто там... Можно было выбрать нужный перевод. 90-го. 1990-го года, Фин. Да, на нем написано на обложке. Поэтому я его не знаю. Вот такой вот у нас замок огромный. Тут много треугольников осталось. Можно еще что-нибудь из них. Колеса много. У нас вот машин много было. Все смотрят, сидят. Миш, что у тебя во рту выплюнь? Не надо. Сашка уснул. Тут я рядом сижу. Так. Мы разобрали наш город. Теперь Степа все-таки решил сделать динозавров. Конструктор был с динозаврами. Решил сделать динозавра. Вот такого. Длинного. Осталось ему мордочку сделать квадратненькую. Да, Степа? Да. Точно, да. Они, когда разобрали эти конструкторы, инструкцию некоторые повыкидывали. И сейчас инструкция к динозавру потерялась. Вот такая вот была. Я ее нашла, но она уже в мусорке грязная. Ее не стало доставать. Вон так, по картинке, вон по той делать. Вообще, вот этот конструктор с динозаврами, он был самый большой. Там 65 деталей. И все детали именно конструктор. То есть не было всяких таких вот типа вот такого. Или вот типа вот такого. Это тоже иногда считается как вот за деталь. Хотя это не магнит, ничего. Я знаю, что вы работаете на него. Сашка там тоже играет. Саш, ты че деваешь, только проснулся. Книжки вот эти вот тоже открыли сейчас. Это для Сашки подарок. Вот. Миша говорит, я разложил. Тут зеленых слишком много, они в тарелках не помещаются. Ну, прикольные книжки. Это просто вот, видите, разворот один. Мам, мне нужно магнитики прицепить. Степа, радуется, построил? Это неправильно. Ну, ничего, все равно очень похож на динозавра. Классный какой. Ну-ка, Степ, присядь за ним. Я просто покажу размер. Смотрите, какой. Огромный динозавр. Класс. Саш, ты куда летишь опять? Вот руки поднимает и полетел. Полетел. До сюда, да? До ноги. Каленки. Саш, ползти будешь? Давай, к камере. Ползи. Смотри, какая камера. Хватай ее. Хватай. Ползи сюда. Ползи, да, как ты ножкой толкаешься. Саш, смотри, что твоя ебаная смеяется. Он попу поднял. И так одной ногой толкается, он начинает чуть-чуть ползать. Ему девочка нравится. Девочка хорошая. Смотрите, вот такая вот у нас игра новая. Называется первоклассный шофер. Это для Миши. Это игра на логику. Нужно машинку красную вот сюда вывести. Миш, давай, это не новичок, это уровень юниор. Юниор я тебе сделала. Ну-ка, сможешь? Давай, попробуй. Они все утро с Никитой в эту игру играли. Никита уже мастера пытался сделать, но мастера даже я не могу сделать. Прям здесь сидела. Полчаса думала, думала. Ну, как полчаса, не подряд. Подходила, просто думала. У меня не получилось. Сложная игра бывает. А это юниор. Пробка, пробка. Би-би-би-би. Я думала, я, Миша, сделал юниор, а я сделал эксперт. Вот этот уровень я сделал. В общем, мы даже вместе с Мишей не можем его пройти. А, могу? Спырим? Ну, давай, попробуй. Так. Зачем ты заново? Я сейчас расту. Ты хочешь его же заново? Да. Петрите. Я сейчас уже сломаю. Я хотела, чтобы Миша сам пошел. Би-би-ка. Я попробую. Мишу понравилась вот эта пожарка. Классная. Миша ее переделал уже по-другому. Сделал другую машину. В общем, у нас магнитный конструктор. Это игра, которая всем нравится. Давай, Никит, давай. Он говорит, сейчас вот так пройти. Это сложно так. Там, наверное, 250 ходов. А, нет. Это кто-то другой. В этой книжке есть еще решение. В этом ходов мало, а в Экспект решение очень длинное. А как же Е5, Е2? А, вот тут буквы видно. Я думаю, тут не видно букв никаких. Так, 6. Сопробуем. Это F. Ага. Это машина, наверное. Е, на. Мы победили этот уровень без подсказки, но я сама не поняла, как это случилось, почему мы все перебирали, перебирали и выехали с этой подсказки. Я хочу, знаете, что сделать? Мне нравятся мастеры. Мастеры? А ты что, можешь мастера пройти? Да, я вот эту уже прошел. Я эту прошел, вот эту прошел и вот эту. Наугад или как-то думаешь логично? Думаю. Так. Так, Миша начал выезжать машинкой. Вот раз, если надо делать. Всегда? Знаешь, какой принцип? Все нужно сдвинуть вот в этот угол, в этот угол, в этот угол. То есть мы все двигаем туда. Да, туда. Отлично. Не, не, пусть там она будет, она нам не нужна. Да, не нужна. Поэтому она должна... А вот так вот? Да, да. И вот, сдвигай, и все, и поедет. О, класс! А я не знаю, чем это уже? Но, чтобы убирались в них. Не знаю. Давай еще какой-нибудь уровень поставим. Вот посмотрите, что у нас тут построилось. Надо еще одну такую. Это просто какой-то гигантский замок. Я даже не знаю, как это обозвать, Сережка. Что это? Что это у вас? Как это называется? Колесо ужасов какое-то. Колесо ужасов? Почему ужасов? Это аттракцион счастья, а не ужас. Смотри, он радостный, смотри. Там с другой стороны девочка еще висит. Но это кольцо. Среди нее, это кольцо. Колизей какой-то. Ура! Выехал Миша. Получилось. Очень мы долго с этим уровнем мучились. Вот это тут у вас сооружение. Никита, осторожней, мечом. Сейчас как укатится сюда. Это вообще как удержится, даже непонятно. А ты с той стороны. Папа, это кто такой? Там еще мигалка у них работает. А там кнопочка черненькая маленькая. Вот. Осторожно. Обалдеть. Она быстро проходит, мигалка ваша. У нас еще много деталей, Степа. Давай еще доделаем. Степе. Она вот так что-то. Да. Метр, наверное, высотой. Степа у нас 110 сантиметров сейчас у нас с одежды. Так, у нас тут заключительная часть этой башни. Она увеличилась еще в два раза. Степ, ну-ка, встань рядышком. Степ, там машинками увлечен опять. Мы все получим. Где в эти машинки подходим, играем весь день. Степаш, ну встань, посмотри, выше она тебе или нет. Только аккуратно. Вон она какая. Огромная вообще башня. А у нас тут опять те клевчики. Вчера готовили, сегодня Сергей сделал. Еще я покупала с Вити. Вот по чуть-чуть его едим. Дети не помнили, какой вообще на вкус с Вити. Мы крайне редко его берем. Сейчас запомнили, сказали мне мандарины лучше, вкуснее. Мандарины лучше, вкуснее.